Поездка в автобусе или поход в магазин без маски сейчас в период распространения новой коронавирусной инфекции рискованы для здоровья. Чтобы обезопасить самарцев, городские власти ужесточили контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора. Людей, принципиально отказывающихся использовать средства индивидуальной защиты, будут штрафовать. Рейды с участием полицейских, представителей городского департамента транспорта и дружинников проводятся ежедневно во всех районах Самары. Составлены семь протоколов на пассажиров без масок. Материалы по ним направлены в суд. Сотрудник полиции при обнаружении пассажира без масок имеет при себе видеорегистратор и автоматически фиксируется сам факт отсутствия маски на лице и наличие пассажира без маски в салоне. После чего сотрудник полиции просит предъявить документы, удостоверяющие личность, для составления административного материала. Размер штрафа, я напоминаю, до 30 тысяч рублей за несоблюдение установленных требований. Также на особом контроле городские кафе, рестораны, кинотеатры, развлекательные центры. Работа почти 50 объектов потребительского рынка в Самаре в ближайшее время может быть приостановлена за систематическое нарушение требований Роспотребнадзора. В списке крупные торговые сети, салоны красоты, фудкорты в торговых центрах. По трем объектам материалы уже находятся в суде. Злостных нарушителей, которые повторно совершают одни и те же несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, также составляются протоколы. Сегодня это 46 протоколов, направленные в Роспотребнадзор, три из которых направлены уже в суд. По результатам этих рассмотрений протоколов будет принято решение либо при остановке деятельности до 90 дней, либо штраф до 500 тысяч рублей. Поэтому я обращаюсь ко всем нашим горожанам, ко всем нашим объектам потребительского рынка. Соблюдайте все рекомендации Роспотребнадзора. Городские власти подчеркивают, штрафные санкции – мера вынужденная. Статистика заболеваемости в городе пока не снижается. Самарцев просит соблюдать требования Роспотребнадзора, держать социальную дистанцию, регулярно мыть и дезинфицировать руки, а также обязательно носить маски в общественных местах. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.